Ну и немножечко поближе я вам сейчас покажу макияж. Вот так он выглядит. Привет, мои любимые! Как и обещала, сегодня мы с вами будем вместе краситься. Я только что после массажа, вот, поэтому всю косметичку взяла с собой. Сейчас припарковалась возле своей студии и решила быстренько записать данное видео и уже к своим клиентам, соответственно, прийти с красивым макияжем. Так, сейчас я параллельно буду доставать все из своей косметички. В общем, все, как я это делаю обычно. Я подготовила салфеточки, потому что я всегда их использую. Я надеюсь, что вам меня будет прекрасно видно и слышно, потому что камеру я расположила фронтально. Вот, и в своем инстаграме я не так давно выложила пост, где я опубликовала подробненько все свои новинки. Так что заходите и смотрите, там вы сможете сделать скрин и посмотреть и увидеть всю-всю-всю косметику, которую я использую. Так, вначале я беру средства. Кстати, я сохранила, ну, конечно же, я с собой не взяла этикеточку. Я хотела рассказать все-таки, что же это такое, потому что это не тональное средство, это не биби-крем, это какой-то серум. Ну, в общем, такая субстанция невероятно увлажняющая, ухаживающая за кожей лица, которую я уже использую не первый раз. Это не первый бутылек, который мне идеально подошел. Вот, я нанесла на свою руку. Сейчас на мне, наверное, уже даже не осталось никакой сыворотки после массажика. Предварительно я очистила ручки при помощи салфеточки и наношу я, как всегда, при помощи пальчиков данное средство. Так, достаточно быстро. Под зону под глазами я не задействую. Носик. Здесь ходят люди и на меня смотрят. Ну, пусть смотрят. Пусть тоже учатся. Я проводила прямой эфир в инстаграм. Мне кажется, я его уже выложила и на свой ютуб канал, где я рассказывала, что у меня еще ухудшилась артикуляция моя. Я перестала произносить С, Р, ну, Р еще ладно, буковку. В общем, некоторые звуки, они у меня просто перестали произноситься. Я шучу, что мой сын лучше теперь говорит, чем я. Вот таким образом. Остаточки я распределяю по шейке. Вот, все, как вы можете видеть. Но здесь, мне кажется, принцип BB-крема также присутствует, так как не видно совершенно средства вообще от слова совсем. Вот, ну, конечно, вот какие-то венки ничего не маскирует. Но я и не стремлюсь добиться такого эффекта. Я сейчас ни на какую ни на съемку отправляюсь. Да, это мой естественный, обычный, ежедневный макияж. Но с использованием новых средств, которых сегодня будет очень много. Вот, я всегда протираю тюбик. Я люблю, когда все красиво. Поэтому я за всем ухаживаю. Так, идем дальше. Все происходит в реальном времени, в машине. Поэтому кое-какие задержки, конечно же, будут. Дальше я беру, такая у меня есть масочка под глаза, Clorans, увлажняющая. Я ее не использую как маску под глаза, потому что, ну, она не особо крутая. Я бы так выразилась. Я беру небольшую горошинку. Вот. И дальше я добавляю свой консилер под глаза. Консилер, видите, как я произношу? Ой, я с себя смеюсь. Вот. Знаете, как если раньше я получала множественное количество сообщений там в директ, о том, какой у меня красивый голос, какая у меня красивая речь, то это время прошло. Теперь я соединяю между собой эти два составляющих. Маску и консилер между собой. Для чего я это делаю? Так как у меня очень активная мимика, и имеются, конечно же, морщинки под глазками, да, для того, чтобы не забивался консилер между данными мимическими морщинками, я использую такой принцип. Вот. Я распределяю консилер вот в таких местах, так как я не визажист. Я вам не смогу на грамотном языке рассказать. Ну, в общем, это внутренний уголок глаза и внешний уголок глаза. Сердцевинку я оставляю незатронутой. Вот. Собственно говоря, для чего я это делаю, да, и немножечко распределяю на верхнее веко, но не на всю ее часть, буквально вот, 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 вот. Я убираю синячок, да, и все. Здесь его нет, соответственно, я и не трогаю. Скажем так, без фанатизма. Так, звук, я надеюсь, идет. Так. Точно так же. Для чего я консилер наношу вот в эту зону? Как только консилер, как бы, я нанесла в данную зону, вы сразу же сможете увидеть, как взгляд такой оживает. И усталость исчезает с вашего лица. Вот. Конечно же, данный вид, о котором я сейчас говорю, использование маски для маски под глазки, да, вы можете... Я добавляю маску. Можно добавлять просто капельку кремика под глазки. Конечно, если качественные синячки, то консилер в такой консистенции не перекроет. Ну, как бы, активные синячки, к сожалению. Немножко не могу вот сюда наноса губочкой. Так как у меня нет никаких филеров в данный момент времени, и ничего у меня не заполнено. Многие говорят, чаще всего пишут, Анечка, у вас что-нибудь стоит на скулах. Девочки, мне ничего не стоит. И никогда в жизни не стояло. Я занимаюсь, приобретайте мой курс практика для лица, и у вас тоже здесь что-то будет. Вы просто это сможете себе при помощи массажа создать. Я каждый день делаю массаж для лица и создаю вот эти скулы. А дальше я все формирую при помощи макияжа. Все расскажу. Вот сейчас граммулечку, у меня уже здесь ничего нет, я добавлю и... Так, попытаюсь, так как у меня зеркалом сегодня служит экран на телефоне, попытаюсь сделать это ровно. Немножко я высветляю переносицу. Ну и смотрю, у меня здесь есть небольшое пигментное пятнышко. Я его высветляю, которым я никак не займусь, а надо было бы. Где-то там у меня есть веночка, можно ее перекрыть, можно не прикрывать. И вот теперь граммочку я могу добавить уже поверх просто то, что осталось, да? в область под глазками у основания внутренних уголков глаз. Все. Вновь вытираю влажной салфеточкой, протираю кисть, чтобы было все чистенько. Так, идем дальше. Я беру 22 номер у меня фирма NYX. Ой... Как он называется? Моделирующий корректор, наверное. Как-то не так, но, в общем, я его называю моделирующий корректор, который моделирует как раз форму, для того, чтобы скулы более ярко выраженные, чтобы носик был более ярко выраженный, я использую вот такую скошенную кисть. У меня фирма MAC. Дальше я убираю остатки. височная часть тем, что осталось. И область подбородочка. Все. Убираем. Дальше я беру кисточку такую пушистую. Она у меня фирмы Bobby Brown. Теперь я беру новую палетку свою Tom Ford. Она просто невероятная. Это у меня Gold Dust. 01 номер. Это у меня бронзер. Просто невероятный. У Tom Ford есть две палеточки. Одна с мельчайшими такими частичками блеска, если можно так назвать. Это вот как раз она у меня. Я даже не убираю, иногда убираю, иногда не убираю остатки. Если я не убираю, как сейчас, тогда я их распределяю именно на висок. На височную часть, на височную зону. Ни в коем случае я не начинаю с зоны лица, потому что можно, к сожалению, испортить весь свой макияж и поставить какое-нибудь пятнышко. А вот зона, где у нас виски, этого ничего не будет видно. А вторая палеточка Tom Ford она более матовая, так как я люблю, чтобы все сияло и блестело. И у Tom Ford у него конечно невероятные эти палетки, нет никакого такого бешеного блеска, как у других палеток. Вот если бронзер, так ты просто блестишь, как я не знаю кто, и не совсем корректно это все выглядит, не совсем как-то интеллигентно, не совсем такой получается дорогой макияж, не совсем он изысканный, то конечно Tom Ford в этом плане просто невероятный. И конечно данная косметика она достаточно дорогая, мне когда я решила приобретать данную палетку, очень повезло в день когда я захотела идти ее приобретать у меня не получилось, у меня было очень много консультаций, я просто была немножко уставшая, и я думаю ладно, здесь у нее такой бархатный мешочек, чехольчик, думаю поеду на следующий день, и мне на следующий день утром звонят и говорят, или это было вечером как раз когда я не поехала, в общем я не помню точно, в общем что мне звонят и говорят вон нас ну как бы я приобретала ранее данную косметику я у них стояла в базе данных как клиент и они говорят мы вас приглашаем на клиентский день и будет 25% скидка думаю боже мой как круто как здорово вот поэтому я купила с 25% скидочкой так новый продукт просто уникальный расскажу предисловие пред предысторию когда мы летели на сейшелы у меня закончился мой любимейший продукт от инглот я думаю вы помните из предыдущих видео румяна которые таки не знаю на какого в какую камеру смотреть ну ладно буду смотреть как я смотрела ранее у меня были такие румяна жидкие я их использовала они были правда матовые я их использовала на область щек и на губки я их обожала они у меня были какие-то не знаю незаканчиваемые в общем очень были крутые дальше я любила еще жидкие и румяна и коктин для губ бэка в общем у меня закончилось все и когда я летела на сейшелы я совершенно была не расстроена этим фактом думаю конечно же в дюти фри я все куплю и когда я оказалась в дюти фри дубаи я поняла что ничего нет из той косметики которой я пользуюсь и мало того я ничего не могу подобрать из того что имеется и я провела около трех часов в дюти фри а я отношу себя к людям которые не будут покупать лишь бы что для того чтобы мне определиться с тем или иным пигментом я буду миллиард различных вариантов испробовать мне нужно все протестировать мне нужно походить и я должна быть на миллиард тысяч процентов убеждена уверена в том что это круто это круто подходит именно мне а не какой-то там другой девушке в общем я не знаю как это выдержали мои парни но у них выбора не было и косметика от которой я была просто в восторге когда мне ее презентовал консультант а потом в каком я была восторгена и в восторге пребываю по сегодняшний день не передать словами называется коллеги пау или пау пэу в общем я без понятия как всегда как произносятся продукты выглядит она вот таким образом значок здесь второй номер и это вообще помада но мне сказали что можно как бы так как я поставила задачу что мне нужен продукт два в одном я люблю наносить и на губы и на щечки чтобы была взаимосвязь они мне сказали данный продукт можно наносить и на щеки в том числе у меня были сомнения потому что впервые я наносила на щечки продукт с перламутровыми частичками в общем это чистый кайф и мне кажется я стала огромной поклонницей этой марки это как они мне объяснили марка номер один на японском рынке вот здесь невероятный ухаживающий состав уходовый состав ухаживаю уходовый состав такая жидкая субстанция и наношу я не стесняясь на достаточно большую поверхность и наверное даже не так как наносят многие визажисты но как и во всем у меня есть на все свое личное мнение свой личный взгляд и я получаю конечно же невероятное множество вопросов Анечка что у вас на лице что это за красота как вы добиваетесь такого свечения на вашем личке вот делюсь как вы можете уже сейчас заметить просто лицо преображается на глазах оно начинает светиться и личка приобретает такой здоровый цвет лица вот очень красиво он смотрится на губах я покажу в следующем видео сегодня я хочу использовать другую помаду этой же фирмы я купила два продукта и сразу же хочу сказать остается ли ощущение липкости не остается несмотря на то что продукт очень достаточно липкий и вот такое сияние оно на протяжении сохраняется всего дня в общем это любовь так что я делаю дальше дальше занимаюсь бровями вот на своем в своем инстаграме я выложила что я использую бобби так ливьен сабо двоечку 02 но теперь я не использую двоечку прошло буквально несколько дней сейчас я использую 01 номер мне захотелось более светленьких бровей вот сейчас мой натуральный цвет бровей без каких-либо карандашей единственное чтобы их нарисовать я возьму поближе зеркальце вы уж меня простите вот если я буду чуть-чуть перекрывать вам себя теперь я немножечко очерчиво нижнюю часть брови как вы можете видеть что у меня здесь не хватает кое-каких волосиков которые были мило мной выщипаны теперь я их отращиваю вот ну и собственно я формирую ту форму которую я хочу сегодня она каждый раз может немножечко меняться и вот этот 01 номер он идеально подошел под мой натуральный цвет вот вообще я обожаю выразительные брови на мой взгляд брови это такой характер женщины сейчас я такая достаточно пребываю в таком целостном состоянии очень гармоничном и мне хочется свою такую мягкость еще подчеркнуть в натуральности своих бровей а иногда хочется так экстравагантности добавить тогда можно и усилить сделать их более акцент такой акцент поставить именно на бровях и тогда конечно брови могут придать такой более стильный такой образ в общем для меня это игра макияж это игра теперь я беру фиксатор у меня также вивен сабо обычная помадка бесцветная она конечно меняет свой цвет в самом тюбике за счет того что бровки окрашиваются карандашиком так теперь мы берем мой любимый хайлайтер шанель от шанель вот так он выглядит у меня ноль первый номер который с перламутром он и он и он и и и и вот ой знаете куда еще хоть еще вот сюда добавим так дальше я наконец-то обзавелась тенями и сегодня мы с вами попробуем тени также том ford они конечно божественные здесь у нас 0 1 номер они невероятные это как сам ну как бы как мне сам сказал консультант тени сатин они невероятной красоты я беру на пальчик буквально чуть-чуть пигмента и это такой цвет розовато-золотистый не знаю насколько будет видно но они просто божественной красоты вот так же я сейчас удалила уже при помощи салфеточки беру левым пальчиком безымянным и наношу на 2 глазик на второе века верхняя вот они очень стойки поэтому как только распределили нужно буквально немножечко чтобы они застыли все в общем это любовь я приобрела два вида тени одни вот такие и вторые вот в таком резервуаре следующий раз мы их попробуем они тоже очень красиво и сейчас мы берем тушь также вывеса блока баррэ она великолепная я ни на какую другую тушь не то что я даже пробовать не хочу ее менять но если раньше я могла красить как угодно свои реснички дальше взять ушную палочку да все это дело по убирать то сейчас когда она уже соответственно тени на верхнем веке мы нанесли на верхние века тени все здесь мы должны стараться красить очень очень аккуратно что не всегда удается но я стараюсь так что мои хорошие я начинаю извините но я этот этот момент сделал уже без вас потому что не получится по другому так ну что у меня все произошло и сразу же хочу сказать если вдруг где-то тушь у меня осталось то я ни в коем случае ватную палочку ничем не смачиваю я при помощи сухой ватной палочкой очень аккуратненько убираю все остатки и самое интересное тени остаются на своем месте вот но и принципе все остались губы так остались губы 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 у меня в сумочке сумочки сумочки в сумочке что же у нас губами как я уже сказала ранее я приобрела там же в дюте free той же самой фирмы что и я нанесла на область счетчик вот такую помадку она полупрозрачная она с невероятному ходовым таким эффектом вот и буквально вчера позавчера я уже не помню когда ну буквально недавно купила новый карандаш ламел достаточно хороший он очень стойкий сейчас вам покажу какой эффект он имеет красить буду также зеркальцем нужно его наносить очень быстро так как он очень стойки и быстро сохнет быстро высыхает на губах так создаю ту форму губ которую я сегодня хочу вот так закрываем карандашик зеркальце помотка она очень здорово смотрится без ничего сейчас вам покажу вот такая полупрозрачная вот вот такой макияж у нас с вами получился я надеюсь что вам понравилось данное видео пишите свои впечатления какой вам продукт понравился можете написать какие у вас сейчас любит в любимчиках какой из продуктов не будет очень интересно как вы видите у меня очень такой маленький арсенал но для меня очень важно не количество не количество а качества да лучше пусть будет поменьше и вообще я всегда стремилась к тому чтобы была косметичка очень компактная маленькая но зато продукты были очень качественные очень хорошие именно мои которые подходят именно для моей кожи для моего ну скажем так подходили непосредственно именно для моего лица и каждый продукт я подбираю исключительно сама я никогда никого не слушаю никогда не кому не прислушиваюсь к чему бы то мнению почему потому что на мой взгляд то как как чувствую себя я никто не может никогда предугадать прочувствовать и увидеть поэтому я всегда ну скажем так мой посыл к вам чтобы вы ориентировались на себя на свои ощущения вот знаете как можно послушать увидеть другого человека но придя в магазин вы может как бы нанеся на себя тот или иной продукт вы можете столкнуться с тем что вот знаете такой момент ой вот как-то не супер на мне это смотрится но мне же сказали что это классно я же услышал от кого-то что это супер вот возьму все-таки вот девочки не берите найдите именно то от чего ваше сердце будет просто таять и это причем может быть просто не знаю копеешь на какой-то вариант вот так же как не знаю с этим карандашом я пришла целенаправленно в магазин не совершенно все равно какая это будет стоимость я могу себе позволить купить и косметику том ford и какого угодно да я пришла с целью найти тот цвет карандаша который будет отражать меня в данным в данную секунду времени этот карандаш стоит сто семьдесят рублей сто семьдесят рублей я перепробовав все карандаши люксовых брендов выбрала этот карандаш или так же как с Vivienne Sabo тушью да я всегда там смотрю что-то многие рекомендуют там туши шанель и так далее они у меня все были мне они никакие не нравятся понимаете но перепробовав множество различных там допустим бронзеров разных фирм я понимаю что мне нравится только эта марка только бронзер у tom ford и я не буду покупать другую если я допустим понимаю что у меня где-то внутри сидит момент что нет ну дорога я лучше подожду и когда я себе это могу позволить я себе лучше куплю именно эту марку я к тому что вот находите именно те продукты от которых вы кайфуете от которых вы понимаете что ваши 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 губки стали еще краше ваша кожа стала еще более светящийся если вам этот эффект нравится или более матовая более пудровая более таким как аля японского до характера которая просто вау будьте индивидуальны будьте эксклюзивны в своей красоте я вас обожаю я вас бесконечно сильно люблю с вами была анна лещенко пока пока встретимся в новых видео